Статья за 7 февраля 2010 года. Умер легендарный летчик Попков, прототип Маэстро из фильма «В бой идут одни старики». Знаменитый летчик Виталий Попков, дважды герой Советского Союза, ставший прототипом главного героя фильма «В бой идут одни старики», скончался в субботу вечером, сообщила РИА Новости пресс-секретарь комитета общественных связей Москвы Елена Макрова. «Вчера вечером в Центральном военном госпитале имени Мандрыки умер дважды герой Советского Союза Виталий Иванович Попков. Последние годы он болел, был на костылях», сказала Макрова. Виталий Иванович Попков родился 1 мая 1922 года. Он участник Великой Отечественной войны, командир звена 5-го гвардейского истребительного авиационного полка 207-й истребительной авиационной дивизии 3-го смешанного авиационного корпуса 17-й воздушной армии Юго-Западного фронта, командир эскадрильи 5-го гвардейского истребительного авиационного полка 11-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 2-го гвардейского штурмового авиационного корпуса 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта. Дважды герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации, 1968-й. Почетный гражданин городов Москвы и Днепропетровска. Факты из биографии Виталия Ивановича Попкова легли в основу фильма «Леонида Быкова. В бой идут одни старики». Попков стал одним из прототипов двух главных героев, кузнечика и маэстро, этой незабвенной картиной о войне. В жизни Виталий Иванович был таким же веселым, как и главный герой фильма. «Как-то приехал в наш полк инспектор в форме адмирала», вспоминает генерал-лейтенант А.А. Богданов. «Беру под козырек. Товарищ адмирал, тот остановил меня. Я не адмирал, я генерал», – сказал улыбаясь. «А как же форма?» – спросил я растеряно. «Так это для конспирации», – пошутил он. Так я познакомился с замечательным человеком Виталием Ивановичем Попковым. Как сообщает сайт «Красные соколы», Попков – один из тех немногих людей, кому суждено было увидеть рукотворный памятник самому себе. Он был поставлен ему, как дважды герою столицы, на Самотечной площади. Рассказывает, что однажды, когда ветераны собрались в сквере у памятника по какому-то юбилейному поводу и по фронтовому разлили по 100 грамм, нагрянул постовой. Велико же было его изумление, когда в одном из предполагаемых нарушителей правопорядка он узнал у вековеченного в бронзе летчика. Свою первую победу в огненном небе Виталий Иванович запомнил навсегда. Это случилось в начале июня 1942 года в окрестностях города Холм на истребителе ЛАГГ-3. Он сбил бомбардировщик до 217. Вспоминает сам Попков. Первый мой сбитый самолет это был Дорнье 217. Целая история. Началось все с нарушения летной дисциплины. Во время тренировок я с перехлестом поупражнялся на малой высоте. И меня назначили вечным дежурным по кухне. Я рвусь в бой, а мне бой лихачей не терпит. Однажды ранним июньским утром над аэродромом внезапно появляются два Дорнье и два М109, которые прикрывали бомбардировщики. Их густые очереди бьют по стоящим на взлетных полосах ЛАГГом. А если взлететь им навстречу? В самолет вскочил в фартуке, в котором чистил картошку. Дорнье сбил с первого захода. Немцам это не понравилось и они ушли. Я приземляюсь в море восторга. Я объясняю, что сбить самолет для меня все равно, что плюнуть. Командир полка кричит. Что же ты тогда еще и мессеров не прихватил? В ответ я возьми да и ляпни. Так вы, товарищ командир, своим нижним бельем. Мне всех фрицев распугали. Рубанул я правду матку. Утро-то ранее было. И командир на поле выбежал, что называется, не по форме. Комп полка чертыхнулся, но дорогу в небо мне открыл. В конце августа, по словам самого Виталия Ивановича, им был сбит один из известнейших немецких асов. Под Сталинградом 26 августа 1942 года я выиграл воздушный поединок у Германа Графа. Девятый ас Люфтваффе. 212 объявленных побед. Порядочный летчик. После того, как я его сбил, он провел несколько лет в наших лагерях. Когда вернулся в Германию, стал убежденным антифашистом. Значительно позже даже баллотировался в Бундестаг от восточных областей ФРГ. Мы с ним неоднократно встречались. Так вот, он согласился со мной, что по-честному в рыцарских поединках он не сбил бы десятой доли того, что есть на его счету. Попков совершил 168 боевых вылетов, участвуя в 45 воздушных боях. Сбил лично 17 самолетов противника. 8 сентября 1943 года, в дни сражения за Донбасс, ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В боевые характеристики Попкова говорилось «тихий, скромный, на земле». Он со всей ненавистью и упорством сражается в воздухе, громит фашистских захватчиков и всегда выходит победителем из самых трудных воздушных схваток. Виталий Попков запечатлен в молодые годы. Известно, что по окончании войны летчику было всего 23 года. А фотографий нет. Вот такой бюст. Умер легендарный летчик Попков. Прототип Маэстро. Из фильмов «Бо идут одни старики». Продолжение следует... Продолжение следует...